Ты отыгрывал не хуже Ди Каприо. Договорились, что мы подадим на премию в Каннах. Кинопродюсеры, обратите внимание, пожалуйста. Да получится. Как делать? Шедевры. Ты всю жизнь провел в Динамо. Второй дом, из которого не хочется уходить. Ну, я вижу, что вы так выползаете с тренировочек-то по строению с прошлым сезоном-то. Это хорошо. Летит мяч, и вратарь такой, тю-тю, тройной сальхов, ребята. И из девяточки достал. Друзья, всем привет! Это футбольное катание. Что объединяет два этих слова? Я, Евгения Медведева, и футболисты Динамо. Ну, а сегодня у нас суперкрутой коллаб. Этот человек любит прыгать так же высоко, как и я. Причем не только в футбольных воротах. У нас в гостях Игорь Лещук. Игорь, привет! Спасибо большое, что уделил мне немного времени. Ты недавно переписал контракт с Динамо. И тот ролик, который вы выкладывали в социальные сети с подтверждением того, что ты переподписан до 28-го года. Просто какой-то шедевральный. Тебе случайно на следующий день не предлагали сняться в кино? Потому что ты отыгрывал не хуже декабря, мне кажется. Нет, я жду, чтобы посыпятся предложения. Мы договорились, что мы подадим на премию в Канны. Нет, на самом деле очень быстро сняли ролик. Полчаса всего было на съемку. Мы сначала поехали, застряли в песках на машине. Толкали ее. У нас был час, полчаса мы искали место, где снять, пока вытащили машину из песков. И полчаса было всего на съемку, поэтому не было времени на раскачку. Я решил, что надо собраться и быстренько все отснять. По-спортивному? Да, да, да. Но у меня опыт есть, я уже снимался в рекламе. В какой рекламе снимался, если не секрет, конечно? В рекламе Лэйс снимался. Тогда снимались с Егором Кридом и с Гусейном Гассаном. Был такой интересный опыт у меня, как все это происходило. Там съемка была часов по 8-10, не то что у нас. И в целом тому продакшену надо получиться, как делать шедевры. Про съемку в кино мы уже поняли. А ты сам давно в кино ходил? Какой последний фильм, который тебя впечатлил? Последний раз я ходил на «Холопа», второй, который вышел. А то, что мне впечатлило, даже тяжело сказать. Наверное, больше сериалы мне нравятся, чем фильмы. Я так из фильмов не вспомню, что я смотрел, что мне прям понравилось. Насчет сериалов. Ты смотрел «Слово пацана»? Да, мне в целом понравилось. У многих двоякое впечатление осталось, что у меня родители, например, смотрели. Не знаю, все, кого я слушала, в полнейшем восторге просто. Ни одного плохого возраста. Да, я прям слышал, кому не нравится. Вот родители у меня смотрели. Мама вообще говорит, для меня очень тяжелый сериал, я не могу его смотреть. Может быть, потому что она из того времени? Может, у нее не состыковки какие-то? Да, я вообще спокойно смотрел, было так интересно. Но в целом снят хорошо, хорошо сыграли актеры. Поэтому будет, естественно, вторая часть, могу участвовать. Возвращаясь к твоему ролику, как ты думаешь, ну, почему конкретно я делаю упор на этот ролик? Потому что это все-таки творчество. И вот ты себя видишь в творческой сфере? Я не говорю, что там после футбола, потому что я уверена, что еще очень много лет ты остаешься в строю. И вообще, если заходишь, будешь совмещать. Но вот если творчество да или нет, и какую сферу выбрал бы? Ну, творчество точно да, потому что мне нравится что-то делать, что-то создавать. И там вот, ну, мне футболки выпускали, делал турнир для болельщиков, на Новый год секрет-бокс я делал тоже для болельщиков. И всегда хочется что-то новое, в каких-то новых сферах себя пробовать. Сейчас у меня такой, есть план, который мне давно очень хочется реализовать. Надеюсь, что у меня его получится. Это связано с туризмом в России. Хочу создать загородный отель. Как раз там этот отель будет с таким, с элементом кино, что там тоже будут актеры. И надеюсь, что как раз получится это реализовать. Кинопродюсеры, обратите внимание, пожалуйста, творческий человек, еще и актер. А теперь у него еще и бахилы есть. Надо брать, я считаю. Да, мне, кстати, вот нужно найти декораторов для отеля. Но, возвращаясь к футболу, ты продлил контракт с родным «Динамо» до 28-го года. Честно скажи, были ли какие-то у тебя сомнения, или ты прям вот уверенно ставил штампик? Ну, наверное, в связи с последними, со всеми событиями, потому что мне все равно хотелось остаться в Москве, никуда не переезжать. Были только сомнения по поводу того, что буду ли основным вратарем или нет. И не хотелось подписывать новый контракт и не играть. Но в целом концовка сезона была такая, что начали ставить как основного, и это в целом подтолкнуло меня на подписание контракта. И до этого, если я говорил, что я буду ждать, когда у меня контракт закончится, и только тогда смотреть, то сейчас это как-то помогло мне подписать контракт. Ты всю жизнь провел в «Динамо». Вот недавно, еще раз, конечно же, напомню всем, переподписал контракт. И у тебя вообще в голове укладывается, что, например, ты можешь быть в другом каком-то клубе. Представлял себя в составе другой команды? Если и думал об этом, то только о какой-нибудь зарубежной команде, когда это еще было, в принципе, возможно. Актуально, когда это еще было, да. Из российских команд даже не думал и не представлял, всегда хотелось играть в «Динамо». Потому что я здесь с 9 лет. Здесь все родное, все тебя знают, ты всех знаешь. И это такой уже второй дом, из которого не хочется уходить. Я посмотрела твою статистику. У тебя 50 матчей, 22 из них на ноль. Это круто или могло бы быть лучше? Это хорошая статистика в целом, но могло бы быть лучше. Хотелось бы, чтобы было не 50 игр, а больше. Но практически половину из них на ноль. Это очень хорошо. Мне даже как-то присылали, когда у меня было меньше игр, и у меня как раз было половину игр на ноль. То есть сейчас чуть-чуть статистика похуже стала, но в целом самое основное, чтобы команда выигрывала, игры на ноль – это такой как дополнительный бонус. Но все-таки на ноль сыграть без защитников, наверное, было бы очень трудно. И сейчас они в основном иностранные. Как ты с ними коммуницируешь? Потому что у вратарей и у защитников очень такой тесный контакт должен быть. Вы должны понимать, кто что делает. На каком языке вы общаетесь? Ну, на английском, единственное, что только, наверное, на испанском, подсказываешь один, когда ты говоришь им соло. Причем даже, наверное, всем говоришь, кроме русских, соло. Я не знаю, как-то так принято стало в последнее время. Так на английском как-то пытаемся. У нас не все латиносы знают хорошо английский. И вот я, например, сейчас уже год как занимаюсь репетитором. Испанский? Нет, английский. Английский? Да, до испанского мне еще далеко. Сначала надо английский выучить. Ну, вдруг, может, ты решил, как главный тренер Марсел Личко, научиться говорить на всех языках этого мира? Все еще есть языков, да. Нет, у нас, кстати, есть команда, Сергей Пешевлек учит испанский язык. Вот он английский очень хорошо знает. Сейчас с репетитором учит и испанский. А как давно и как часто занимаешься с репетитором? И когда ты вообще время находишь? Ну, вот я в основном среди недели занимаюсь. Вечером в 9 часов всегда репетитор. Сейчас вот на сборах очень много. Через день у меня занятия стоят, потому что время позволяет. Никуда ездить не нужно после тренировок. По скайпу созвонился, и все. Полтора часа идет занятие. Ну, и целый год у меня уже занятия. Я начал на прошлых сборах зимних. Как раз вот в январе. И сейчас вот уже как год учу. Не могу сказать, что прям... Я вообще к себе так критично отношусь всегда. И у меня такое ощущение, что я... Спортсмены — это самый самокритичный народ. Такое ощущение, что как бы на месте стою. Ну, конечно, я замечаю, что я что-то стал больше понимать, не больше могу сказать. Но хотелось бы лучше. На летних предсезонных сборах все участники московского «Динамо» были в легком шоке от нагрузок, которые вам давал Марсел Личко. А на этих сборах как обстоят дела? Где же вы шли? Потому что, ну, я вижу, что вы так выползаете с тренировочек-то по сравнению с прошлым сезоном-то. Это хорошо, потому что все в сезоне вернется. И все 90 минут сможем играть в высокие темпы. То есть, как бы, все это сейчас тяжело, но потом принесет большую пользу и команде, и лично игрокам им будет легче. Они не будут умирать там на 70-й минуте и уже ходить по полю. Быстрее бы закончилась игра. А играть все 90 минут с удовольствием. А какое у тебя самое нелюбимое упражнение, которое дается тебе труднее всего? Все. Все тяжело. Жить тяжело. Только играть в футбол вот хорошо, когда игра. Ну, вот у нас самое такое тяжелое, наверное, на сборах, это когда нам ставят треугольник, и мы по кругу вот так вот бегаем, как белка в колесе. Ты уже так закисляешься, у тебя уже голова не думает, ты уже просто бегаешь на автомате, ноги просаживаются, ты хочешь толкнуться, а ты просто валишься на месте. Мы из твоего телеграм-канала узнали, что после отпуска твой процент жира был 13,9%, что по твоим же словам выше нормы. Давай, колись, чем ты питался в отпуске, что так вот получилось и быстро ли согнал? В отпуске это все как обычно, просто тренировок было меньше, интенсивность и нагрузка она такая поддерживающая все равно. Из-за этого как бы вот мышцы падают, масса мышц падает, а жир растет. Но 13,9% не такой прям, в моем понимании, не такой большой процент жира, потому что за такие сборы он быстро уйдет. Я мерила процент жира всего один раз в своей жизни, он у меня был 18%. Больше я не рискнула. Это тоже вот с этим, когда толком, да, проходит? Да, да, да. Но как-то ты держишься за ручки, как-то, в общем, 18,5% у меня было, я такая, наверное, лучше жить в неведении. Да, а там очень многое. Ты не видишь, у нас есть ребята, на которых посмотришь, у них все прям, все кубики видны, думаешь, где у них этот жир находится вообще. А у них там практически самый высокий в команде. И просто вот в организме, на органах, где-то этот жир находится, и его как-то тяжело согнать. То есть тот, который вот виден, его легко согнать, а который в организме находится, его очень тяжело убрать. Как это называется? Это называется висцеральный жир. Да, да, да. Я не стал называть, потому что я думал, сейчас запаху слово. Я решила сыграть в зануду. Какое у тебя самое любимое блюдо, которое ты сам в любое время, дня и ночь, можешь себе приготовить? Хлопья. Вот это вот, раз-два готовь. Да, да, да. Нанил, насыпал, и все, быстро готово. А я, кстати, вот в отпуске сейчас ходил на кулинарные курсы. Ну, да, в соцсетях можно увидеть, как ты готовишь. Да, вот сырники научился готовить и яйцо Бенедикт. То есть, в принципе, завтраки у меня пока освоены. Хочу еще пойти научиться готовить мясо. Ну, не знаю, мне кажется, каждый мужчина должен прям хорошо уметь его приготовить. Помимо шашлыка хочется еще какие-нибудь прям стейки и еще что-нибудь сделать вкусно. Ну, нужно как-то удивлять и себя, и гостей, которые приезжают к тебе. Как после вот таких вкусняшек это прыжки даются? Я потому что, ну, человек, который, ну, мы тесно связаны тем, что мы подпрыгиваем. Ну, как вы прыгаете, я вообще не представляю, как можно еще там крутиться. Ну, мне кажется, вратари-то повыше должны подпрыгивать. Я столько не прыгаю, чем максимум вокруг себя, и все. А тебе и не надо? Вы представляете, что это будет очень странно, если летит мяч, и вратарь такой тройной сальхов, ребята. И из девяточки достал. Ну, и идеально было бы. Зато как красиво. Я вообще не представляю жизнь, кстати, без сладкого. Для меня это очень тяжело. Не могу отказаться. Вы здесь и живете без сладкого как раз. Здесь, да. Но сегодня я вот стырил у вас шоколадку. Чего мы-то постоянно говорим, что о том, как ты играешь, о том, как ты прыгаешь? Давай мы посмотрим, как ты это делаешь. Мы с вами, друзья, переносимся на поле, и наша рубрика «Следим за героем». Спасибо, брат. Они меня обижают, они выключили фонтанчик. Это Лещук выключил. Думаешь, у него кнопочка есть? Женя бежит под фонтанчик. Настолько хорош, что он тащит даже невидимые мечи. Тем, как по-испански «Пантера»? «Пантера» так и будет. У них что-нибудь не спроси. «Пантеро». А кошка как? «Кошке». «Эль гато». Покажи прыжок кошки. Это что за «Эль гато». «Ой, Пантера». Это вырежу. Вырезаем или честно показываем? Честно показываем. «Я шугана». Здесь страшновато стоять, потому что мечи летают. Женечка. Жень, Игорь тебе поцелуйчик передал. У меня парень есть. По башке за грехи твои. Девушка. Никакой техники безопасности. Ё-моё, Женя, ты тоже «Пантера». Игорь сегодня раскрепощенный, общается с прессой. Я его просто разговорила, и он теперь остановиться не может. Я советую Игорю-Лющуку побольше есть сладкого и всяких вкусностей, чтобы он с собой больше порционов ворот закрывал. Это же гениально. Анатолич, здесь лещук феерит за ширмой. Он всегда феерит, не только за ширмой. Слушайте, ну Игорь сегодня молодец. Он прям отбивает. Мне нравится, когда спортсмены хорошо выполняют свою работу. Вот так. Что тебя вообще сподвигло завести телеграм-канал? Не у многих он есть. Ну как, у многих, но не у всех. Ну, наверное, закрытие, официальное закрытие с некоторых соцсетей в России. И подумал, что нужно где-то что-то выкладывать, как-то общаться с болельщиками, чем-то их радовать. Ну и в целом мы как бы играем в футбол не только для себя, но и для болельщиков. И общаться с ними, делиться чем-то из своей жизни. Я считаю, что как бы это тоже часть нашей работы. Хоть она у нас там нигде и не прописана в контрактах, но любому болельщикам. Я сам себя помню, когда я был болельщиком, мне тоже всегда хотелось узнать, что-то такое там от любимого футболиста какого-нибудь, от любимого там актера, еще кого-то. просто чтобы что-то такое интересное узнать, что ты не прочитаешь, не увидишь во время игры. Мне это доставляет удовольствие выкладывать, что-то делать для болельщиков. Ты вот при общении с болельщиками, хоть и через социальные сети, наверняка сталкивался с хейтом. Как ты к этому относишься? Потому что, ну, футбольный болельщик это иногда бывает очень токсичный человек. Да, даже хуже, чем в фигурном катательстве. А вот с этим бы я поспорила. Мне кажется, это два самых токсичных таких фандома, футбольный и фигурно-катательный. Сейчас, извини, там просто у меня поток мыслей открылся. Вспомнила, что как-то листала ветку фигурно-катательную нашу и в комментариях там кто-то оставил футбольный болельщик какой-то такой, типа, ребята, я всю жизнь смотрел футбол, но тут случайно в топ залетела эта тема, я зашел посмотреть, какие вы все злобные, какой кошмар, а говорят, что еще и футбольные фанаты злые. Оказывается, фанат фигурного катания жесткий. Хейтон всегда есть и в целом, наверное, больше каких-то положительных моментов просто люди, которые хорошо к тебе относятся, они не так много пишут комментариев, вот кто к тебе плохо настроен, даже не важно, чтобы ты, чтобы ты не сделал, они все равно будут тебе хейтить, они всегда оставят комментарии и напишут какую-нибудь гадость. Ну, я спокойно отношусь к таким людям, конечно, бывает неприятно, но я себя успокаиваю тем, что людям, наверное, заняться нечем, у них жизнь не очень, они пишут всякую гадость, потому что, лично мне, если что-то не нравится, ты просто говоришь фу и пролезешь. Да, но я не буду, у меня нет времени, чтобы это писать, я даже не знаю, не понимаю, для чего это нужно, чтобы взять и написать, что человек сделал что-то плохое. Особенно, если это спортсмен, я понимаю, что, как бы, все могут ошибаться и мы все хотим выступить лучше, показать хорошую игру, хорошее выступление, может что-то не получится, даже элементарно то, что ты делаешь на тренировках каждый раз, а здесь в игре или на выступлении не справился, вот все, и потом тебя начинают уничтожать там в комментариях, но люди, которые просто сидят дома и скорее всего ничем не занимаются. за них можно порадоваться, что у них есть свободное время. Ну, да, получают удовольствие, наверное, и есть люди такие, которые от негатива получают удовольствие, поэтому они себя удовлетворяют этим, и хорошо. Ну, вот говоря про свободное время, знаю, что ты коллекционер, ты собираешь значки, да? с олимпийских игр, это еще когда не было аккредитации. А у тебя есть вот эта вот аккредитация, которая вот на ленте, вот здесь налеплены все вот эти значки? Нет, это как раз таки вот то, что сейчас дают аккредитации. Раньше вместо аккредитации были значки, где не было ни фотографии, ни имени, там было просто написано там участник, с ленточками, да, это вот последняя олимпиада 1976 года была, когда вот еще значки были. То есть, грубо говоря, это аккредитация, только более, ну, красивые, чем сейчас вот эта вот просто пластиковая штучка. А значки, про которые ты говоришь, они до сих пор есть на всех олимпиадах, но они такие как сувенирные и не несут какой-то ну, прям большой ценности. Ну, это больше развлекательное, чтобы участникам олимпийских игр было чем заняться. Да, когда в олимпийской деревне ходишь, я просто был на универсиаде и там примерно то же самое. То же самое, да. У меня вот с двух олимпиад, с 18-го и с 22-го, ну, в 18-м я участница была, в 22-м я хоть была и как корреспондент, как зритель, но все равно там попадаешь в любой отель, в олимпийскую деревню, к тебе все начинают приставать о, какой классный у тебя значок, давай поменяемся, японцы, корейцы, все подряд. И, кстати, на пекинской олимпиаде в 22-м году все очень реагировали на медвежонка. Там вот красный медвежонок вот олимпийского комитета конкретно. Не российский, а олимпийский комитет. Боже, они были готовы всю аккредитацию со значками отдать ради этого медвежонка. У тебя остался один? У меня на аккредитацию висит. Да, так что я тоже своего рода коллекционер. Посоревнуемся потом с тобой. Посоревнуемся в значках. Видела, что ты был в отпуске в США. Я так понимаю, что это уже не первый раз, как ты туда ездишь. Как провел отпуск? Понравилось ли тебе? Списался перед одной игрой в Вашингтона с Вечкиным. И он позвал меня в раздевалку. Показал, как у них там все устроено. Было приятно, что он меня пригласил. И интересно посмотреть, как у них там все устроено. Потому что увидел много чего другого, чего нет у нас. у них там прям... Если у нас это раздевалка и несколько комнат, то у них там просто как от мини-отель такой. И для каждого есть. Для доктора комната, для массажистов комната. У администратора целый склад просто с вещами. У нас даже на базе, мне кажется, такого склада нет. У них там все хранится. Куча клюшек, куча коньков разных. Так было интересно посмотреть. Ты на этот матч как раз-таки ходила в свитере Овечкина, насколько я знаю. Да-да-да. Но я перед игрой решил купить его в магазине. Он потом после игры еще расписался на нем. У меня все, отец теперь хочет его отжать. Говорит, это мой свитер. А клюшка, клюшка есть? Нет, клюшки нет. Наверное, на следующий раз оставлю. Клюшку тоже надо где-то хранить. Не знаю. У меня пока кабинет в доме не доделан. Я не знаю, зачем мне кабинет. Просто решил такой, типа, хочу кабинет. Чтобы там хранилась клюшка. Чтобы хранить клюшку, да. Там повешу ее где-нибудь потом, когда она появится у меня. Ну, все еще впереди. Кабинета нету, нету клюшки. Все, вот. Будет кабинет, будет клюшка. Я просто, насколько знаю, что Саша Овечкин возит из Америки прям огромные сумки, чемоданы с вот этими сувенирными клюшками, которые ему потом дарят на дни рождения, на праздники, на свадьбы. Это прям у него такая традиция. Да, кстати, а фигуристы что дарят? Фигуристы дарят. Коньки и все? Вот я помню, что подруге на свадьбу я дарила коньки. Это один из немногих, наверное, таких случаев, когда я села в машину, поехала в фигурно-катательный магазин, купила коньки и их кому-то подарила. То есть, ну, обычно у нас вся эта амуниция, ну, мы приходим, говорим, мне нужны коньки. Говорят, на тебе коньки. Спасибо за коньки, ты идешь кататься. А тут именно вот покупать. Это, ну, ты в магазин же приходишь? В магазин, да. И такие, о, Женя, чего коньки нужны? Ну, на тебе, на, в сторис нас отметишь. Удобно, удобно. Нам бы так буцы, кто присылал. Сейчас вообще буцы, кстати, не найти. Это прям... Да? Проблема, да? Когда я был в академии, были барыги с буцами. Они стояли за углом такие... Это вообще, ты че, это прям... Метро 1905 года, когда ты выходишь просто, и у них уже глаз был наметан, что идет какой-то футболист. Я не знаю, как они определяли, что мы футболисты, ну, по детям просто, что футболисты. Они прям сразу, буцы нужны, буцы нужны. И вот я как-то пошел, все, он прям квартиру привел, там все в коробках, все заставлено. То есть к тебе просто подошел какой-то мужик, сказал, тебе нужны буцы, ты такой, да, пойдем ко мне домой. Да, да, у него прям... И ты решил пойти к нему домой. Две минуты, до квартиры, но так на самом деле многие ходили, и там можно было купить модели, которые уже не продаются в магазинах, то есть какие-то прошлые модели, вот. Ну, прикольно. А часто вообще меняешь буцы? Ну, где-то раз в полгода, наверное. Но полевые игроки меняют чаще. Ну, у них вообще куча причуд, и я спокойно отношусь, у меня вот есть там две пары буц, чтобы они, если что-то случится, чтобы можно было поменять, и все. А у ребят там просто по шесть, по восемь пар, и начинаются эти обсуждения в раздевалке. Мне эти жмут, эти там, чуть по-другому сделаны, одна и та же модель, и вот они смотрят. Одна произведена там в Таиланде, другая в Китае, третий там в Италии, и все. И вот все у них буцы отличаются. Мне, я что-то не надену, мне все одинаково. Я прекрасно понимаю эти разговоры, и именно поэтому моим конькам уже четыре года, и я не собираюсь их менять. Ты недавно запустил мерч со своей фразой из флэш-интервью. Да? Угу. Пользоваться успехом. Скупает? Ну, у меня вот остались только 2XL футболки, и все. Все остальные размеры разошлись, и сейчас вот с другом пообщались, решили, что, наверное, сделаем еще, может, каких-нибудь других цветах. и... А фразы какие-нибудь новые будут? Пока, наверное, все на этой фразе. Может быть, что-то с бахилами связано. С бахилами? Нет, с бахилами не разойдется. Это надо просто бахилы в это куда-нибудь... Просто бахилы надо продавать. черные какие-нибудь сделать и продавать. Нету цели как-то развиваться как бренд одежды или еще что-то такое. Просто какая-то разновидность того, что мне хочется сделать, прикольно, попробовать себя в какой-то новой роли, что-то узнать из этого. После завершения карьеры смог бы ты стать бизнесменом или все-таки творчество? Все-таки актер? Ой, тяжело. Хотелось бы, наверное, какой-то бизнес. Но вот, как я говорил про отель, если все получится и все будет хорошо, то в целом наверное, тогда и бизнесмен буду. Но не знаю. Я особо об этом не думаю. Как получится, так получится. Сейчас вот просто делаю то, что для души, что вот хочется делать и все. Спасибо тебе большое, Игорь, за такую прекрасную беседу. Мы отпускаем тебя отдыхать, восстанавливаться и очень ждем тебя в воротах во второй половине сезона. Спасибо. Я буду ждать от тебя мерч. Мерч? С футболкой. Сапку с ушами хочешь? Да, буду ездить на каток. Я, кстати, в этом году три раза был на катке уже. Гумкаток. И гумкаток. Коньки арендованы? Конечно. Надо покупать свои. Не дело, не дело, нельзя. Ноги испортишь. Ну, а это было футбольное катание. И мы с вами увидимся в следующих выпусках. футбольное катание. Футбольное катание.